Меньше недели остается до Нового года. На праздники к нам приедут множество иностранных туристов. В свою очередь и территорию края на время новогодних торжеств покинут сотни жителей Приморья. Часть наших сограждан предпочитают встречать праздник в теплых странах. По статистике, лидером по туристической привлекательности для приморцев остается Таиланд. Далее с небольшой разницей следуют Вьетнам, Малайзия и Индонезия. И сейчас мы поговорим о туризме с нашим гостем. У нас в гостях заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур. Владимир Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вот кроме тех стран, которые я перечислил, в которые нужно лететь самолетом, какие еще популярные туристические у нас направления в Приморье имеются и что там сейчас происходит на границе? Ну, традиционно самым популярным направлением являются действительно жаркие страны. Это, как вы говорили, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Хайнайн остров в Южном Китае. Но, кроме этого, мы в этом году наблюдаем особое оживление и активность именно оформления туристов на приграничные районы Китая. Особенно провинцию Дзилинь через пункт Пропус-Окрас. Ино хотелось бы сразу уделить особое внимание зрителей о том, кто планирует поезд именно в предмогодний период, особенно 30 декабря, запастись собой едой, питьем, потому что пункты Пропус, они оборудованы дополнительными возможностями. И готовятся ожидания. Вот недавно в Сеульском аэропорту приморцы просидели 10 часов без еды и питья, из-за тумана были отменены рейсы. Вот в таком случае что надо делать? Могут ли возместить ущерб за вот этот простой на месте? И что надо было требовать от, собственно, этого аэропорта? Все верно. Значит, должны пассажиры всегда знать, что если рейс задерживается, авиакомпания задержит рейс, если задержится на 2 часа, то пассажиры имеют право на воду, то есть должны быть обеспечены питьевой водой, через 4 часа горячим обедом, а если задержка составляет более 8 часов, местами в гостиницах, то есть размещение в гостиниц бесплатно. Но я еще раз хотел бы обратить внимание, всем путешествующим особенно внимательно нужно следить за оформлением документов. Это имеется в виду как перелетной документации, так и кто путешествует по туристским путевкам, чтобы все внимательно проследили, отследили, чтобы все договоры были оформлены должным образом. И последнее, Владимир Викторович, пару советов дайте, что с собой взять на случай коллапса в аэропорту, если вот так придется сидеть? Ну, конечно же, нужно взять с собой воду, это прежде всего, ну и что-то из легкого питания. Ну и надеюсь, что таких коллапсов не будет, поэтому пожелаю просто хорошего и приятного отдыха. Владимир Викторович, спасибо. У нас в гостях был Владимир Щур, заместитель директора Департамента туризма Приморского края.